Перенести этот матч, но это уже совсем другие дела. Сегодня стартовый состав, совершенно, идея близких, хороших габаритов обороны. У Киева подача, может быть опасно, нет. Стерлинг разворачивается, Ермоленко подбирает мяч, удар в ближний угол. А шансики давать сопернику, мне кажется, ни к чему. Но вот шансик у Киевского Динамо, может быть сразу удар, поворот. Ближний угол, неожиданно, долго, долго Фернандо с мячом. Здорово, как в отборе играет Дерлизьян. Министер обороны, кто же тогда хочет видеть, подача, скидка в центр, опасно Гуэра, гол. Поймал мяч, пробил сильно, точно в цель. Давайте смотреть, как же все это произошло. Здесь проиграна борьба, и задергнуть защитника Динамо. А там другое решение, там Клеши подключился, и вот еще. Эмоциями вип-ложи о том, что момент и потеря была у Киева. И вот смотрите удар на Гуэра. Угроза для соперника, такая ошибка в середине поля. К Теодорчику мы вернемся позже, сейчас киевляне обороняются. А Сити может наказать хозяев во время этой контратаки. Удар в ближний угол. Гуэра из глубины. Гайль Клеши делает передачу, точно в ногу у Серка Гуэра. Разворот аргентинца, рядом Стерлинг, красиво. Рахим Стерлинг прострелы, 2-0. Там, по сути, уже в пустые ворота забивает. Я бы отметил вот эту передачу, эту прекрасную обработку Гуэра. Здесь он оценивает ситуацию. Чуть-чуть мяч придержал, затем на Стерлинг и посмотрел. Ну прям буквально. Ювентусу это удалось сыграть. Но еще и третий так мяч можно получить в свои ворота. Гуэра в дальний угол мимо. Сыграл небрежно, принимая мяч. И опять вот очередная ошибка, очередной подарок. Агуэра метил в дальний угол. Вот и подбор остается с закиевлянами. Молодцы, молодцы. Не вешают нос, продолжают играть. И на второй тайм вышли, словно... Вот забыли они о тех правах. Мяч пролетает совсем ряду со штангой. Как здорово он играет. Мяч на принзе. Одним движением, да, оставляет защитника с носом. На бровочку. Рядышком находился партнер Табул Гонсалес. Позиционная атака Динамо. Теперь мяч вверх, он доставляет в штрафную. И надо бить. Хуякин! Он выпустил Вилозу. Но помните, в последние 15 вот этих минут первого тайма там не было игрока такого амплуа. Вот этого дополнительного пола защитников. Но сейчас это все растворилось. И снова атакует Сити. И снова Фернандиньо, Ягуэра, отскок, Шавков. Там Фернандиньо стоит на правом флаге. У него земля за колхозом горит под ногами. Даже не на Агуэра, не на Сильвии, на прекрасных футболистах. А вот на тех игроках Манчестер-Сити, которые располагаются в середине пола. Ну слушай, Ермоленко-то отыграл эпизод здорово. Буяльский! Удор! Харт отбил! У Киевского Динамо для того, чтобы сравнять счет, мы с вами смотрим, как Вилоза получил мяч штрафной. И вот так с носка аккуратненько покатил мяч под правую ногу Буяльского. Тот успел опередить компанией Низ. И в позиционной атаке мы уже наблюдаем. Манчестер-Сити напрашивается передача налево. Она следует, но не совсем удобная. Стерлинг хотел на ход, а получил чуть-чуть в спину. Стерлинг подает в какой момент! Удивительно! Ну и опять еще одна атака, в которой один из центральных футболозащитников. Мастер, великий мастер. Там стоит игрок, там есть желание выйти и поиграть хоть несколько минут в матче 1-й восьмой финал. Веденок по моменту! Посмотри, где он мяч принимает. Он здесь играет в стенку. И не хватает уже сил, не хватает внимания.